Всегда больно и страшно, когда приходят новости о смерти человека. Но когда умирает известный человек, который внес большой вклад в искусство, это горе для многих поклонников. Сегодня мы расскажем о знаменитостях, умерших осенью 2021 года. Константин Глушков. 25 сентября не стало этого актера. Глушков был известен зрителям по работе в таких популярных сериалах и фильмах, как «Солдаты», «Универ», «Август 8». Причиной смерти актера стала остановка сердца. Ему было 56 лет. О смерти Константина сообщил его сын. Он рассказал о том, что актеру ночью стало плохо. Приехавшая бригада скорой помощи доставила его больницу, но реанимационные действия не помогли сохранить жизнь Глушкову. Борис Краснов. Этот художник, продюсер и дизайнер умер 7 сентября. Ему было 60 лет. Краснов считался одним из лучших постановщиков шоу самой Аллы Пугачевой. Он всегда был активным и творческим человеком, у которого было много планов. Но в 2011 году Борис пережил инсульт. Все эти годы художник боролся с его последствиями. А весной 2021 года Краснов переболел коронавирусом. Для ослабленного организма это стало настоящим испытанием. Случился повторный инсульт. От его последствий Борис и скончался. Валентина Малявина. Актрисы не стало 30 октября. Малявину помнят зрители по таким фильмам, как «Подсолнух», «Утренние поезда», «Король олень». Также об артистке часто говорят, как о первой супруге актера Збруева. О том, что стало причиной смерти 80-летней актрисы, информации не появлялось. Однако известно, что последние годы жизни она провела в специализированном учреждении для престарелых людей. Александр Градский. 28 ноября не стало видного деятеля искусства, советского и российского музыканта Градского. 72-летнего певца поразил инсульт. Это спровоцировало инфаркт головного мозга. Смерть Градского – это большая потеря для всего музыкального мира страны. Ведь он был замечательным композитором, основоположником отечественного рока. К тому же Градский много лет был наставником в популярном шоу «Голос». Виктор Коклюшкин. Писатель-сатирик, всего 16 дней, не дожил до своего 76-го дня рождения. 11 ноября Коклюшкин умер от острой сердечной недостаточности. За свою жизнь сатирик написал огромное количество монологов. С ними выступал не только он сам, но и такие известные юмористы, как Петросян, Новикова, Степаненко. Уход Виктора Михайловича стал неожиданным для многих его друзей из мира юмора. Не все знали о том, что сатирик в последнее время часто болел. Коклюшкин в последний год редко встречался и созванивался с коллегами и друзьями. Валерий Гаркалин. 20 ноября прозвучала печальная новость о смерти актера. 67-летний артист умер от полиорганной недостаточности. Отказ органов произошел потому, что организм не смог справиться с последствиями коронавируса. Бороться с болезнью Гаркалину было тяжело, потому что у него были сопутствующие заболевания. Зрители с благодарностью вспоминают роли Валерия в таких замечательных картинах, как Ширли Мэрли, Дом кувырком, Детки напрокат. Михаил Зубов. Когда 11 ноября появилась новость о том, что умер актер Зубов, многие просто не могли в это поверить. Ведь ему было всего 42 года. Зрителю артист был известен по сериалу Воронины, где сыграл Леху. Также Михаил был продюсером. Его жена рассказала о том, что причиной его смерти стал коронавирус. Игорь Кириллов. Легендарный диктор ушел из жизни 29 октября. Причиной смерти 89-летнего ведущего стал тромбоз. Кириллову ампутировали ногу. Прогноз поначалу был благоприятным, а потом он заразился коронавирусом в больнице. Конечно, ослабленному организму было очень сложно противостоять коварной инфекции. Он не выдержал. Смерть Кириллова – это большая утрата. Он был не просто мэтром отечественного телевидения. Он стоял у его истоков. Помог стать успешными многим современным ведущим. Игорь Савочкин. Актера не стало 17 ноября. У артиста было много замечательных ролей. Особенно ярко его талант проявился в картинах «Адмирал», «Левиафан», «Метод», «Ночной дозор». 58-летний актер в последнее время жаловался на боли в спине. Но он был позитивно настроен и верил в то, что проблемы со здоровьем незначительные. Однако те, кто был близко знаком с Игорем, знали, что ему ставили диагноз «рак». Умер актер от печеночной декомпрессии. Нина Русланова. Этой великой актрисы не стало 21 ноября. Русланова сыграла большое количество замечательных ролей. Одной из лучшей была работа в картине «Афоне». Актриса долго не хотела ехать в больницу. Возможно, поэтому коронавирус, которым она болела, уже настолько сильно повлиял на ее организм, что врачи ничем не смогли помочь Руслановой. Тем более, что у звезды было много сопутствующих заболеваний. Светлана Мизери. Эта актриса умерла 10 октября в возрасте 88 лет. До последнего актриса выступала на сцене и радовала поклонников своего таланта ролями. Были у актрисы и значимые роли в кино. Она снималась в таких картинах, как «Объективные обстоятельства», «Красная гостиница». Многие помнят Мизери и как первую супругу известного актера Игоря Кваши. О причинах смерти актрисы не стали говорить. Но было известно, что она долгие годы страдала от хронического заболевания. Кристина Осмоловская. Знаменитость умерла 16 ноября. Многие помнят Кристину как ведущую Абгдейки. А кто-то восхищался Осмоловской, когда она танцевала в шоу «Танцы со звездами» вместе с Маратом Башаровым. Поначалу в сети появилась информация о том, что актриса и ведущая умерла от коронавируса. Действительно, она была заражена инфекцией. Но на самом деле эта болезнь просто обострила заболевание печени, которое уже давно прогрессировало. И именно это спровоцировало ее смерть. Людмила Купина. Актриса, известная по ролям в фильмах служебный роман «Вечный зов», «Обрыв», ушла из жизни 9 октября. Ей было 76 лет. Сестра Купиной рассказала о том, что ничего не предвещало беды. Актриса себя прекрасно чувствовала и даже жила на две страны. Но в конце сентября она попала в больницу с диагнозом коронавирус. И там состояние актрисы стало стремительно ухудшаться. В результате ковид унес жизнь артистке. Руслан Дулич. Молодой актер также стал жертвой коронавирусной инфекции. Новость о смерти Дулича появилась 30 сентября. Руслан умер в возрасте 41 год. Коронавирус дал осложнение на сердце. Несмотря на то, что в основном Дулич играл героев второго плана, зрители его хорошо знают. Он снимался в таких популярных сериалах, как «Тайны следствий», «Невский», «Тень архитектора». Борис Тенин, младший. Актер ушел из жизни 28 сентября. 51-летний актер скончался от инсульта. Зрителям Борис запомнился ролями в картинах Маргоша, Кулагин и «Партнеры» на игре. Николай Рутюнов. Певец ушел из жизни 22 сентября. Он не смог справиться с последствиями коронавируса. Знакомые музыканта, который стал еще более популярным после участия в шоу «Голос 60 плюс», говорят, что он сгорел буквально за считанные дни. Ему было 63 года. Светлая память всем ушедшим. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, если вам понравилось видео. До новых встреч!